Завораживающая, уносящая в глубину времен мелодия Чатхана теперь звучит и в стенах Сайногорского детского дома «Ласточка». Национальный инструмент для ребят создал известный в Хакаси мастер Сергей Черков. На церемонии вручения, которая превратилась в настоящий концерт, побывала Наталья Гармашова. Каждый музыкальный инструмент всегда находит своего поклонника. Завораживающие мелодии Чатхана в исполнении музыканта Сергея Черкова сегодня внемлют воспитанники Сайногорского детского дома «Ласточка». Причем не только слушают, но и сами пробуют играть, перебирая струны. И оказывается, это несложно. Ноты знать не обязательно. Главное – уметь считать. В числе участников импровизированного концерта и самая преданная поклонница Чатхана в этом зале – Алия Шамшитова. Когда играла моя бабушка на Чатхане, я всегда вслушивалась эту мелодию. Мне очень сильно хотелось играть на нем. Я научилась, теперь я буду учить эту мелодию и буду сама играть. Музыкальные способности школьницы и увлечения ее инструментом педагоги заметили сразу, когда Алия переехала в «Ласточку». Решили – талант нужно развивать. Обратились в Министерство образования и науки Хакасии с просьбой посодействовать в приобретении Чатхана. Уверены, этот струнный полюбят и другие ребята. Для того, чтобы был устойчивый навык, это же нужно постоянство, все равно, конечно, хорошо, чтобы такой инструмент был в учреждении. Сейчас у нас появилась такая возможность, чтобы Алия ежедневно на музыкальных занятиях занималась на этом прекрасном инструменте. Я думаю, что играя на этом инструменте, дети будут познавать нашу культуру, обычаи, традиции хакасского народа. Подарок ребятам преподнес музыкант и народный мастер Сергей Черков. Национальный инструмент он создает много лет, вручную, тщательно прорабатывает каждый элемент, добиваясь идеального звучания. Этот Чатхан делал с особой любовью и трепетом, ведь адресован он детям-сиротам. Сегодня в «Ласточке» воспитывается 40 малышей и подростков. И не исключено, что о музыкальном таланте кого-то из них Республика тоже когда-нибудь услышит. Наталья Громашова, Евгений Чаптаков, Вести Хакасия.